Тата Стилл Мастерс 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 На все случаи не напасешься анализов, а кроме того, ну что анализировать здесь? Примерно прикидываете, как расставляете фигуры, имеете определенный опыт, ну и этим довольствуетесь. С7, С6. С7, С6, поскольку черные таким образом выставляют сразу вот эту пешечную свинью против белого фенкетирового слона на Ж2. Своя ловика в этом есть. Слон Ж4, самое хорошее место для слона. То есть все вроде бы логично делает Максу Длу, но белые играют С4, Е6 и Д4. Получается, я не знаю даже как назвать этот дебют, наверное, дебют рэти все-таки. Хотя слон черных, стоящий на Н5, который проскочил за частокол своих пешек, выглядит неплохо. Но у белых свои плюсы. И вот эти плюсы после хода ЦД начинают обнаруживаться. Черные отвечают ЕД, разумеется. Белые играют КЦ3, КФ6 и КЕ5. То есть вы видите, что белые захватили центр. Ну можно, конечно, обсуждать, стоило ли черным играть КФ6. Может там слон Д6 вот здесь сыграть. Логика определенная была. Может быть вообще слон бьет Ф3. Понимаете, такой размен своего слона, а известно, я уже неоднократно повторял эту знаменитую формулу. Шуточную, неправда это. Но, так сказать, в каждой шутке есть доля и шутки, и истины. Так вот, утверждается в этой шутке, что каждый самый плохой слон лучше самого хорошего коня. А тут вот берут и меня совсем неплохого слона Н5. Черные могут разменять вместо хода КФ6, взяв на Ф3. Чтобы конь не лез на поле Е5. Можно сыграть Белослон Д6. Но допускает ход конь Е5 парха бокса 2. И оказывается, что эта позиция после Ф4 у Белых все-таки получше. Более того, это объективная оценка, а не какая-то субъективная. И, в общем, можно утверждать, что, конечно, ход конь Е6, пропускающий, допускающий ход конь Е5, потом Ф4. И слон на Аш5 попадает не то что в беду, но в опасное положение. Угрожает Ж4 и Ф5. Все это дает Белым плюс. Ну, черные играют с Роджа 6 сразу, уводя слона. Можно было сыграть Аш6. Тогда черные соглашались на порчу своей структуры на королевском фланге. Здесь же 0-0. Идея Ф5 появляется. А последующая идея Ж4. Черные играют с Роджа 4, чтобы уберечь этого слона. Вы помните, я совсем недавно, там, не знаю, секунд 20-30 назад, говорил, что можно этого слона было разменять на коня Ф3. А теперь смотрите, какой красавец конь, стоящий на Е5. И слон, который бродит, убегает от этого самого поимки Ж4 и Ф5. И Белые берут. Затем берут еще раз. Образовали слабую пешку на Е4 у соперника. Ферзь Ф3, Ферзь Б3, атакуя одну пешку, стоящую на поле Ф7, и вторую пешку на поле Б7. Что делать? Ну, слон бьет Е5, вынужденно по свое дело. И белые берут этой вот пешкой. Потому что что было бы в случае взятия другой пешкой? Вроде бы забанчиво выглядят, так как пешка Ф7 под ударом, пешка Б7 тоже под ударом. Но после рокировки, если белые забирают на Б7 в продолжение этого варианта, то черные получают неплохую контргруппу. После конь Б6, атакована белая пешка. Ну, как там слон Е3, конь Д5. Е3 играть не хочется, всех запьете, слон Суни станет плохим. Тут он вроде бы попадает под удар, конь Д5, но все-таки может отцепить на Ф2. Но видно невооруженным глазом, что если черных, в общем, неплохая контригра, и за счет хорошего коня, за счет ослабленного положения белого короля и так далее. То есть это вот ослабление, эти дефекты позиции белых в данном варианте, они оказываются более весовыми, чем возможность выиграть пешку сразу. И вот после ДЕ, хода правильного, безусловно, который сделал здесь Аниш Гири, у белых плюсик. Конь Б6. Вот можно обсуждать, конечно, надо было играть, не надо было так играть. Но хорошего рецепта у черных нет, поскольку большинство вариантов, например, в случае размены ферзей, все равно они постепенно потеряют пешку Е4 и будут играть без пешки. Или пойдут на существенное ослабление. И вот как-то раз-раз-раз сделали пару неосторожных ходов черные и попали в трудную позицию. Конь Б6, ферзь Б4. Не факт, что этот ход лучший в позиции. Можно играть было слон Е3, но ладно, ферзь Б6, ферзь Б4, ферзь Б4. Теперь можно сыграть было слон Е3. Судя по всему, не хотел допускать размен ферзей после ферзь С4 Аниш Гири. Он уж очень, видимо, переоценивать стал позицию, очень высоко, так сказать, его оценивать, полагая, что соперник уже столько наделал неточности в дебюте, что вот из ничего белые получили позицию с большим перевесом. И, по-видимому, вот ход слон Е3 здесь был правильный и давал белым действительно большой перевес, вот такой хороший полноценный столбик, как говорят шокватисты. То есть ферзь С4, например, меняемся, не боимся, играем король в два, защищаем слона, готовы, что черные возьмут на Е3. Но брать на Б2 не то, потому что после ладья Б1 белая ладья пройдет на Б7, заберет черную пешку, будет большой перевес. А в случае трех нулей, самая логичная альтернатива, белые просто гонят черного коня на поле Е3, а дальше играют ладейник, ладья Д1, забирают пешку и пытаются реализовать эту лишнюю пешку, которая, видимо, объективно реализуется при правильной игре белых, независимо от того, сколько правильно игра при этом черных. Но вместо вот такого банального сухого метода реализации уже большого, близкого к решающему преимущества, ну, здоровой лишней пешке, сыграл Б3. Здесь они ждили, и он расплескал немножко свое преимущество. После длинной рокировки черных у них некоторая контргра сразу. Постегнуть на эту пешку нельзя, салон Е3 теперь уже, с той салон на Е3 белые бы забрали на Б6, а тут не получается салон Е3, ладно. Ферзь Е6, жертвуем эту пешку, но атакуем пешку Х3. Пешку Х3 отдавать, разумеется, нельзя. Белый играет король Х2, следует Ф6, начиная подрыв в центре, опять же, хотите брать пешку на Б6, но А в центре, что будет, у черных мощная контригра, и белый король не очень хорош, кстати. Поэтому ферзь бьет Е4, взятие на Е5, взятие на Е5, и ладья Д5, и в итоге мы что получили? Ну, такое вот легкое плюс равно, у белых лишняя пешка, но у черных определенная компенсация, и нет ощущения, что это позиция, ну, с большим перевесом у белых, с легким. И, собственно, вот этот легкий перевес, он долгое время сохранялся. Но можно обсуждать, куда лучше поставить ладью на Ф3 или на Ф2. Решил на Ф2 поставить, а не жгири, может быть, на Ф3 было чуть-чуть поэнергичнее, чтобы перевести ладью на Е3, защищать пешку Е5, ладью с Е3. Но, опять же, ничего существенного в белом это не давало, поэтому я не вдаюсь в подробности. В черных предлагают размен ферзей для того, чтобы потом забрать пешку Е5. Белые не хотят меняться, ну, так на так, в общем, и там, и там, и белых чуточек лучше, но немного. Теперь можно было попробовать сыграть ладья Ф7, и получалось примерно то же самое, вот в таком варианте. Он полуфорсированный, то есть белые могут использовать вот такой вот ход, потому что теперь уже нельзя, вот здесь вот было нельзя меняться на Ф8, после шаха потерялось бы конь на Е5, а вот после этого хода ничего не теряется, кроме того, что нет пешки. Ну, коня забрали, конечно, но он после хода Ф5 отыгрывается, ход такой многоплановый, никуда белая ладья не идет, ни на Е5, ни на Е7, ферзь контролирует пешку, стоящую на поле Е2, ну, а слон забирается. Ну, белые могут взамен тут же забрать пешку на Е6, и получилась бы позиция, ну, один в один практически с тем, что мы увидим в партии, ну, там белая пешка стояла на Б4. Почему? Потому что в партии вместо хода ладья Е7, Аниш Гири сыграл Б4, и после того, как черно-пятый конь бьет Е5, реализовал ту же идею, но с включением хода Б4. То есть там белые два хода ладьей сделали, и потом пошли на такой вариант, тут пешка стоит на Б4, лучше это или нет, для белых сказать трудно, потому что и там, и там получается ничья, более того, ничья более-менее форсированная. Почему? Черные играют H5, начинают контр-игру, в белых открытый король, пешка Е2 сковывает возможности белых, атаки на черного короля нет, поскольку ладья Е7 всегда наткнется на ферзь бьет Е2 шах, пограживает H4, ну, H4, сами белые играют. Ж5, цепляясь к белому королю, взятие, ничего лучшего у белых нет, ну, и белые располагают возможности вот так отступить немножечко назад, теперь меняться на G3 это черным не выгодно, после ферзи G3 будет размен в ферзе, и белый король приблизится к далеко продвинутой проходной, которая сейчас слабостью является, к пешке G5. Поэтому черные эту пешку забирают, ну, хотят забрать, и вот здесь произошло нечто весьма такое забавное по-своему. То есть, если бы черные сыграли HG, взятие, 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 они получили бы в один в один в тот эншпиль, который мы вскоре увидим, просто вот эта же позиция. Но вместо этого черные решили покохетничать. Я уж не знаю, почему они не взяли на G3, они сыграли ферзь H6, и теперь после короля H3, ну, если ферзь бьет G3, тогда взятие, взятие, взятие ладья F6, у белых выигрышные позиции, они потом забирают пешку G3, а пешка G6 обеспечивает белым решающее преимущество и победу. А когда черные сыграли HG, эта позиция была в партии, встретилась в партии, они же гирили фикторно, быстро, раз-раз, висит на G6, ну, под боем ладья он взял ферзем на G3. А вот в этот момент он, ему, так сказать, судьба, Аня Шугири, подарила возможность просто выиграть партию. Вот из-за неточности, ну, грубейшей ошибки черных, на самом деле, которые отступили ферзем на G6, вместо того, чтобы сразу начать меняться и перевести дело вот от ничейной, как выясним сейчас, абсолютно ничейной ладей на Эншбель. То есть здесь, можно было сыграть ферзь F6, времени на взятие ладьи нет у черных, ферзь черных под боем, ну, ферзь D2 главный ход, с ферзь D7 что-нибудь это меняет, давайте прикинем. Ну, белые могут сыграть просто король биржа 3, забрать эту пешку, сказать спасибо, пешку G7 вы не отыграете так просто, ну, что там сделать, ферзь E8, как-то скажем, вот, вцепляемся в нее, ну, можно G7 даже сыграть, потом ладья F8 при желании. Ну, видно, что ничего у черных не получается, а белые реализуют постепенно и довольно быстро свою, ну, ферзь E3, король H2, давайте, продолжим вариант, шахи кончились, шахи кончились, а дальше вперед белые идут, выигрывают легко, вот, а если ферзь D2, здесь вместо хода ферзь D7, это варианты с партией, а не основное ее развитие, как вы понимаете, салат того цвета черные поля, ферзь D2, тогда ферзь E5 шаг, отступили, и дали еще один шаг за 4 пешку G6, и сыграли ладья F4, вообще вот так вот даже, не торопився забирать пешку, потому что черные никак не могут активизироваться здесь, а все-таки ладья, желательно, чтобы по линии H, она имела возможность оперировать как-то, ну, пока белые даже не хотят менять ладьи на ладьи H8, но позиции легко выигрышные, там если G2, тогда просто взяли, и ничего у черных нет, то есть ферзь F6 выигрывала легко, форсировано, но, и время, в общем-то, было какое-то, у Аня Шигири не было цветнота, уже как контроль пройден, между прочим, ферзь G3, нет, контроль не пройден, извиняюсь, вот это я зря сказал, это вариант, который пройден, а здесь контроль не пройден, на 42-м году, ферзь Берджа 3, он рефлекторно сыграл, и получилось то самое, что имело место быть раньше, черные могли эту позицию вынудить, эта позиция держится легко, потому что черные вторгаются, или отгоняют белого короля с шахами куда-нибудь далеко, и играют ладья H6, не позволяя, ну, король идет на B3, угрынся от шахов, черные сыграли ладья H6, препятствуют продвижению пешки Е, но затем там подтягивают своего короля, может быть, играет там А5, или как-то еще, подменивают пешки, ничего у белых не получается, вот, а было в партии сыгранное королье H5, решил пропустить на D2 Анижгири ладью Максудру, и здесь получается ничья, то есть как ни крути, все равно, белые или должны отступить королем, чтобы защитить свою пешку, или отдавать пешке на ферзьевом фланге, откупиться одной пешкой, чтобы иметь возможность продвинуть пешку Е, ну, собственно, этот план второй, концептуально и реализует Анижгири, он играет B5, взятие-взятие, ладья B2, идет вперед королем, с идеей сыграть король C6, но все равно берем, если теперь король C6, то просто ладья B4 лучше всего, чтобы нельзя было сразу, без подготовки сыграть Е4, двинуть свой единственный, единственный свой кодрик в свою проходную, ну, тут, скажем, шах, там король уходит, там как-то король D5, просто я показываю и демонстрирую, что ничего здесь не получается, ну, если E6, то шах с H5, вот, а тут что, ну, тут все равно ничья, потому что встали вот сюда, сыграли B5, давайте я доведу вообще до некоего логического конца, даже E, ну, здесь, правда, с короткой стороной без пешки B получилось бы выигрыш белых, когда ладья на короткой стороне при пешке E, а тут, ну, не надо никак мудрствовать рукава, просто меняемся, меняемся, и очевидно, что совершенно ничейная позиция с пешкой B, далеко продвинутая белая, ладья справиться не может. Это в случае король C6. Было сыграно в партии Е4, ладья B4, Е5, ладья дала шах, король Е7, ну, идти на C6 имеет смысл или нет? Черные могут просто прицепиться к белой пешке, могут сыграть король C8, между прочим. Такой ход от рукава, учитывая то, что ладья F8 ничего не дает по причине, ну, может быть, это самый правильный технический ход, король C8. То есть, шах ничего не дает из-за ладья D8, а если король B6, тогда король D7, и встали на E6, и сделали легкую ничью. Так проще всего. Вот, ну, белые сыграли король E7, последовало, а уже ничего не последовало, да? Мне кажется, уже ничего не последовало. Нет, партия же продолжалась, тот момент, когда я начал запись этого эфира, я уже считал, что мертвая ничья. Ну, ничья-то мертвая, действительно, но она была не зафиксирована юридически, скажем так. Вот такая позиция. Ну, давайте будем считать, что это мертвая ничья. Если что-то случится, еще я покажу вам эти ходы, и перейду я к другой партии сейчас, а именно к следующему пункту нашей программы, к единку Яна Непомнящего и Ромеш Бабу Прагнананхи. Итак, Непомнящий Прагнананха, шестой тур, Непомнящий Накануне потерпел достаточно досадное для себя поражение. Прагнананха, ну, поставил проблему передание, что Гири не смог выиграть. Ну, в общем, в общем, соперники у каждого были свои планы, Ян, конечно, съехал из лидирующей группы посерединку, но ладно. Итак, что было в этой партии? Давайте взглянем. Первый ход белых конь G1, F3, последовало конь F6, G3, то же самое в каком-то смысле, как Ани Жигири играет аналогично Ян Непомнящий, правда, черные трактуют позицию по-другому, двигают не пешку D, а пешку C, это совсем другие пироги, ну, C4, нечто такое английское, конь C3, и черные играют конь C7. То есть, это классика жанра, вспоминаем заветы Михаила Моисеевича Ботвинника, как он в конце 20-х, в начале 30-х выигрывал такие вот учебные, я бы сказал, партии, ну, достаточно таких известных российских шахматистов, тогда гроссмейстеров почти не было, первым гроссмейстером стал Левен Фиш, вторым Ботвинник, тогда вот, вспомнить историю всего этого процесса, ну, короче говоря, вот, ну, были еще, так сказать, Гатарчук был, ну, не суть важная, то есть, не будем спорить о том, кого называть гроссмейстером и с какой степени использовать официальные, так сказать, звания, имена, которые в те или иные моменты были присвоены, тогда это звание, конечно, значило совсем не то же самое, что сейчас, там, по пальцам двух рук, ну, в мире было чуть больше, чем число шахматистов, которых можно перечитать по пальцам двух рук, ну, а в России, или на Советском Союзе, по-другому скажу, конечно, в Советском Союзе, ну, хватило бы одной руки. Итак, конь Ц7, план черных Е5, план черных Е5, зажать центр и так далее, и от выхода 2, а3, идея в чем состоит? Если теперь сыграть Е5, вот хитрость этого хода, то белые располагают на норме СБ4, и вот сюда не решил не идти прогналанка, почему? Потому что черные поплывут по течению, если взять конем, то потеряется пешка Е5, если взять слону, то все равно белые возьмут на Е5, дадут шах, если защитить слона Б4 с помощью конь Ц6, возьмем на Ц6, возьмем на Б4, у белых плюс, у белых бесспорный плюс, сюда идти черные не должны, не могут, и как-то по-другому нужно тратовать эту позицию, и решил прогналанка с самого начала отказаться от идеи Е5, не пытаться готовить с помощью каких-то ходов типа А5, которые являются все-таки дефектными по сути своей, ослабления, ну, ход А3 для белых полезен, ход А5 для черных вреден, и Ж6 играет, по-другому, с этого края, теперь Б4 вы не сыграете, мы заберем просто пешку, следует А4, не Б4, не мытьем, так катали, не Б4, так А4, я думаю, что Ян, конечно, анализировал эти позиции, прикидывал, понимал четко, какие-то моменты входа, анализировал точно, угрожает А5, это неприятно для черных, они, однако, играют слон Ж4, то есть, однако, слону неуместно, А5 теперь не идет при слоне на Ж4, ну, конь А4, вот на двух флангах игра, ушел слон туда, мы прыгаем сюда, Б6, играем все равно А5, ну, и оказывается, что, в общем, слон, если возьмет на А5, окажется в таком уязвимом положении, ну, вот действительно, что было бы, если бы слон взял на А5, это требовало, конечно, глубокого проникновения в тайной позиции, хотя, может быть, не такого глубокого, так, конь А2, угрожает Ж4, это крайне неприятно, ну, Ф5, я даже не знаю, надо смотреть, Ф5 или нет, Ф7, предположим, все-таки, делаю более, а, нельзя, там, С6 висит, извиняюсь, С6 висит конь, поэтому, какие там, Ф5, надо коня защищать, конечно, Ф7 надо играть, вот, раз, начал забывать о том, что на С6 конь подвисает, вот, с Рон Х5 играть нельзя, с Рон Ж7 играют черные, А6, пропишка прошла мимо, сковала черные фигуры, и начинается вот такая любопытная борьба, все равно, конь Х2 висит, конь стоящий на поле С6, с Рон отступает, белый играет Е3, отбрасывает коня, даже С7 наступить не может, ни коня, а слона, он должен отступить на Ф6, и белый играет конь Ж4, добираясь, и кидает ей фигуры, и такие вот, гармонию, и кое-чего они добиваются, а именно меняют черного слона, белые обретают преимущество у слонов, хотя не факт, что при преобладании черных в центре, это так существенно для них, и такой для них, для черных, таким является дефектом, то есть слон Берджи4 играют черные, Ферд Берджи4, но в промежутке брать на С6, это не то, потому что можно, конечно, взять одного коня, но после отступления слона на поле Д7, брать еще и на А8, выигрывать качество, это, так сказать, палка о двух концах, если 0-0, то слон H3, а если F3, чтобы не давать возможности отыграть сразу качество, то после слона C6, у черных такая мощная контригра, два слона, прекрасные фигуры и так далее, что лучше сюда не идти, у черных получше, а не похуже, несмотря на отсутствие чистого качества, ну Ферд Берджи4, разумеется, белые сыграли, теперь Конь Е5, Ферд Е4, Конь Д3 не то здесь, потому что после Король Д2, Король Е2, извиняюсь, взятие, взятие, белые заканчивают развитие, подвисает в целом ряде вариантов ладья, пока что угрозы нет взятия, Конь за 7 ладью защищает, но у белых получше, потому что на 0-0, скажем, естественный ход, играют белые Б4, и гармония у них выше, атакующий какой-то порыв имеет место в расположении белых фигур, а черные стоят пассивно хуже просто, откровенно хуже, не то чтобы плохо, но просто явно хуже, поэтому не Конь Д3, а Ферд Е7 играет здесь, Прогнанха, ладья защищена Конем С7, следует 0-0 со стороны белых, ладья Д8, ладья ушла с уязвимой позиции, затем архировка короткая, Б4, ну и что это такое, вот казалось бы, ну Конь Д3, понимаете, Конь Д3 сразу меняет зрительное впечатление от позиций, Конь занял хорошую позицию, закаспарился, прикрыл всех, белые трудно развиться, без, так сказать, без напряжения вывести слона, на самом деле, кое-что может быть у них есть, и вот после такого хода, сделанного в партии, Конь бьет С5, и Ферд С4, ну что возвращаться, а белые там сыграют Конь Е4, сыграют Слон Ж2, потом Конь Д3 уже перестанет быть такой мощной фигурой, ну Конь возвращается на Д3, и белые играют А4, то есть не торопятся с чем-то, не торопятся определять свои планы, правда, слона С1 остается, и его можно забрать, но важно, что можно забрать пешку, то есть вот за этой пешкой все-таки охотились черные в основном, как-то я начал забывать, что белые сделали рокировку, и у них подвисает пешка на А6, ее тут так, запросто так забирает черный Слон, но все равно у белых получше, потому что после хода Слона А3 у них полная гармония в распорожении сил, они поддавливают, сковывают фигуры соперника, и вот несмотря на отсутствие пешки, у белых получше, но Слон Ж7, А5, зацепка, ладья С8, АБ АБ, и Слон бьет Е7, ну белые должны отыгрывать именно эту пешку, взятие на Б6 как-то не смотрелось, давайте прикинем, что это такое, Конь А8 есть ход, здесь Конь А8 просто есть ход, хотя тогда взятие на С6, Конь А8, давайте прикинем, можно поставить на С6 ладью, но ладья попадает под дозор второго коня, вот этого, то есть, не складывается все у белых, хуже стоят, не совсем плохо, не совсем плохо, берут на С8, на Конь В4 отбирают назад, ну и оказывается, что у них компенсация, компенсация в форме ладьи, слона за ферзя и активных фигур, но у черных получше, а не похуже, поэтому Слон Е7, отыгрыш пешки, ну просто так выводить ладьёй не хочется, происходит такой обмен, материальное равенство, причем ощущение чисто зрительное может возникнуть, когда вы смотрите на эту позицию, что у белых две пешки лишние на королевском фланге, но пешки А8 нет, то есть, это 4 пешки, Ж3, Ф2, Е3, Д2, у черных 3, то есть, материальное равенство сейчас в позиции, но пешка Б6 не очень хороша, вот что это такое, ну фердбет Е4 можно было сыграть, и затем Ф5, но тут у белых заметный плюс, вот сюда вот идти все-таки не надо, то есть, скажем, Радия Д2 проигрывает просто совсем после хода Радия Ц1, смертельная завязка по линии Е, там конь Е6 идея появляется и так далее, это просто плохо у черных, а по слону Ф6 правильный ход приводит к тому, что вот такое изменение некоторой не структуры, а расположение сил имеет место быть, у белых просто плюсик, хорошее плюс равно, идти сюда не хотелось, на Е4 не взял, поэтому прогнанаха сыграл Ф3, уповая на активность своих фигур, но надо отдать должное Яну, он с соперника переиграл и добился плюса, вот это такое, опять же, используя эту самую жаргонную терминологию, из прежних времен, плюс равно, плюс равно у белых, Ладия А1, ферзь отступает, вперед идти там не очень, Ладия А2 всегда есть ход, конь идет на поле А4, атакован ферзь, ферзь отступает, белые играют Д4, вот они оживили свою перчатую цепь, перекрыли черного слона, у белых нет слабости, у черных на Б6 слабость, она вот-вот падет, но при этом, скорее всего, эта игра перейдет в разноцветное окончание, что это такое? Ну вот можно было сыграть конь Ц3, разменяться, разменяться, и после Ладия А5 у белых опять тот самый плюсик, с которым не хочется иметь дело черным, потому что все-таки у белых преобладание перчатая в центре, пешка Б6 скорее всего падет, и в разноцветах при Ладиях, тем более, ну не более, при Ферзях, именно при Ладиях, все-таки у белых шансы на победу были бы, не выигрышная, конечно, позиция, но неприятная для черных, и вот здесь вот, мне кажется, очень мудрое решение принимает Прагнананха, он понимал, что вот здесь он будет долго мучиться, в такого рода окончаниях, или миттельшпидах, и он решает отдать фигуру, конь бьет Д4 за две пешки, сохраняется разноцвет с лишним конем у белых, который сразу превратился в плохую фигуру, конь был активной фигурой, атаковавший пешку Б6, шансы были все забрать ее у белых, а тут не до этой пешки белым, у черных прекрасный слон, а был плохим, никаким, он был отрезан белой цепью, цепью белый пешек от основных событий, и давление на пункт Ф2, и оказывается, что здесь у черных строго, ну, похуже, конечно, все-таки, всего лишь две пешки за фигурой, но вот у них строго защитимая позиция, то есть, очень такое, в практической точке, хорошее решение со стороны Прагнанхи, вот он меняет ферзей, вот он торгается на Ц2, висит пешка, он играет ладья А2, нужно защищать слона, коня слоном, следует ладья Д2, ладья Ф3, ладья Ц8, ладья проникла на подио Ц2, ничего лучше, у белых по большому счету нет, ведь ладья Ц1 не сыграет, что на Ф2 потеряется, все, ну и оказывается, что после этого, что забрали на Ф2, забрали на Ф2, белые сыграли король Х1, и я не помню, еще предложил ничью, на самом деле, позиция просто равная, ну, ничья делается жестко, сходом слона в Б6, хотя слон против ладьи, такие-то окончания назревают, на самом деле, если взять на Б6, разменять еще и ладьи, то будет просто ничья, вот известный факт такой, вот это выиграть нельзя, ну, при аккуратной игре, никак прорваться через этот чистокол невозможно, короче, ничья по делу, позиция действительно ничейная, но тем не менее, вот какая-то была интрига, и она, так сказать, развязка этой интриги, вот такой носила, банальный, хотя довольно элегантный характер, с типозиционной жертвой фигуры, на Д4, мудрое решение со стороны, Прагнананхи, Ромер Бабу Прагнанхи, и ничья. Ван Форест Гутиш, Домараджу Гутиш, Домараджу Гутиш неудачно, выиграл первую партию, потом две проиграл, казалось, что покатил, вообще не идет у него игра, но потом взял он и выиграл партию одну подряд, обыграл Яна Непомнящего, и как-то, в общем, вроде, сделал весомую заявку на успех, на достойное выступление в турнире. Вот он играет черный мес против Ван Фореста, Ван Форест же голландцы, они молодые, Ван Форест не такой молодой уже, но все равно, не такой именитый, но я уже неоднократно отмечал это свойство голландских шматистов, но у них нет, то есть они играют с соперниками, как будто самыми именитыми, самыми сильными, как будто они для них не авторитет, иду на вы, иду вот белыми, играю на победу, черными тоже, так сказать, с открытым забралом и так далее, Ван Форест все-таки однажды даже выиграл супертурнир от этой конзеи, поделив первое место с Ани Шамдири, и потом выиграл у него таймбрейк, такой был эпизод, такая страница яркая в творчестве этого голландского гроссмейстера. Ну, в данном случае, понятно, что себя Домараджу Гутиш считал фаворитом, хотя он самый молодой, гораздо морожен, чем Ван Форест, ну вот как играть? В ответ на желание соперника увести игру, ну, помериться силами, ну, наверное, главный ход сейчас, кони в 6 все-таки, солнце 5, тоже возможно, этого в партии не было, салатовые и черные поля, вы видите, ну, наверное, сюда бы пошел, вот какие-то здесь, вот стал бы выяснять отношения, на этом магистральном основном направлении Ван Форест, если бы Домараджу Гутиш сыграл кони в 6. Другой ход солнце 5, который тоже так хорошо известен, но неожиданно, для соперника, наверняка неожиданно, Гутиш сыграл ферзи в 6, играть так можно, но как-то, по идее, все-таки, это уступка, по идее, после этого хода, белые имеют все основания рассчитывать на преимущество, но игра уходит в сторону, и в варианты она уходит, которые, я думаю, неплохо изучены Домараджу Гутишей, ну, на всякий случай, если соперник будет применять в шазландской партии, вот он, видимо, решил сыграть ферзи в 6. Конь b3, самый естественный ход, но я не знаю, там, отступать на b5, вот, другой естественный ход, атаковать там все на свете, но есть ход с салон c5, что важно для черных, то есть, угрожает мат, поэтому нельзя брать на c7, а если белые с кармой разменяют ферзи и ферзь f3, разменялись, сыграли салон b6, может, король d8 даже сыграли, не будем, король d8, нормально, а потом отбросили коня, какой-то дэншпиль, ну, ничего особенного. Наверное, так как-то вот, играли бы черные, в случае кода конь b5, ну, конь j на b3, ферзь g6, вот в этом идее черных, атакованный пешка, стоящий на путь e4, салон d3 играть нельзя, висит пешка на g2, и в дальнейшем, как бы белые не играли, но если конь c3, так этот ход не был сделан, было сыграно f2, f3, ну, здесь салон b4, там f3, скажем, взятие-взятие, и там d6, играем вот такую спокойную игру, может быть, у белых чуть-чуть лучше, но у черных своя игра, и довольно комфортная, понятная, то есть f5 проводим, сразу или постепенно, нормальная, нормальная контр-игра. f3 более идейный, более амбициозный ход, не подставляем под размен белого коня, под связку, под связку салон b4, на c3 белый конь не выходит, слон d6, ай-ай-ай-ай, какая оригинальщина, ну, проблема у черных, конечно, понятно, киев в развитии, как так перегруппироваться, расставиться, чтобы не было, чтобы было удобно им, их фигурам, нашим фигурам, с точки зрения черных, рассуждая. Слон d6, тут ведь какое-то давление еще на фланг, оказывается, может быть, ну, конь c3 теперь, когда уже слон b4, черные не сыграют, конь e7, f4, можно ли было играть конь b5, давало ли это что-то белым, такой, естественный вопрос, один из естественных вопросов, сыграть-то можно, но тогда черные реализуют тот замысел, который как-то я даже не успел вскользь обозначить, у черных есть ход, слон бьет h2, то есть, это угроза была со стороны черных, даже на конь b5 можно так поступить, если взять этого слона, тогда шах, король идет когда-нибудь вперед, взяли на h2, ферзь защищает, пьет c7, у черных лишнее качество, пешка, и, по большому счету, выигрышная позиция, но поскольку угроза такая есть, угроза взятия на h2, белые играют f4, только что играли f3, теперь f4, перекрывают диагональ, но полагают они, что слон d6 стоит плохо, правда он может прыгнуть на b4, но он прыгает на b4, ослабление белых вызвал, прыгнул вперед, и начинается вот такая интересная игра, теперь если слон d2, вроде бы самый естественный ход, это у черных просто почти выигрывают, они берут на c3, и дают шах с h4, после чего, если же 3, то взятие на e4, взятие на h1, но если там король d2, то все равно, после предварительного шаха, правда, забираем на e4, в вариантах такого типа, лишняя пешка, компенсации, но частичная может быть, но понятно, что одну пешку белые отбирают, лишняя пешка у черных, черные развиваются, и что белые имеют, но ничего особого, не то для белых это, слон d2, слон d3, поэтому играет здесь, фанфорест отдает пешку на c3, и пешку эту черные забирают, вот такая интересная столкновение идеи в дебюте, черные забрали пешку, но у белых полная компенсация, вопрос, сколь она полна, то есть преимущество у белых, или просто около равенства позиции, вокруг этого крутится дальнейшая борьба, конечно, конкретно идет борьба, я туда, ты сюда, считаем, что получим, и так далее, черные отвечают d6, просто заканчивают развитие, король h1, важная профилактика, никуда не уйдут от белых, активные планы, но на самом деле, активные планы, может, никуда не уйдут, но черные играют конь e5, расставляют фигуры, куда надо, на хорошие позиции, и что белые могут сделать, судя по всему, белым должны были здесь сделать сильнейший ход конь a5, и давит на позицию черных, что черные могут, чем они могут отреагировать, ну, скажем, b6, есть ход или нет, то есть ход-то понятно есть, но с коль он хорош, тогда белый отпрыгивает конем на поле c4, и действует на нервы этому самому активному черному коню на e5, централизованному, и у них лучше, потому что, ну, если 0-0, тогда взятие на e5, и f6 в главном варианте, а если вот, скажем, здесь взятие-взятие на e5, если взять и ферзем, тогда f6, немножко неприятно, если взять пешкой, тогда ферзь h5, и у черных совсем нехорошо, как неожиданно выясняется, не сразу, а неожиданно, то есть, то, что у черных лишняя пешка вообще не чувствуется, а то, то, что срон g5 угроза, есть, это очень даже ощущается, скажем, если h6, тогда подтягиваем ладью, а может быть g4 сразу и g5, и начинаем штурмовать позицию черных, и в белоке у него просто выиграно, то есть, вот такие штуки могут возникнуть, если там черные играют b6, и идут вот в такой вариант, если черные делают длинную рокировку, тогда ферзь b1, скорее всего, ну, срон c6, потому что b6, это с срона a6, со сравнения неприятно, может что-то такое возникнуть, давайте прикину, что это такое, b6 на самом деле ход не создает угрозы, наверное, срон c3 поэтому играем, на b6 мат, теперь конь c4 в угрозу, связать коня, потом a5 и так далее, видно, что у белых лучше, потому что конь отскочит, потом опять сыграем, начнем цепляться к королевскому флангу, и к королевскому, а к ферзь его флангу, где укрылся черный король, у белых будет преимущество, но если слон c6, тогда играем ферзь b3, как-то вот так вот, слон c3, завязываем соперника, и снова получше у белых, потому что бить на e4 можно или нет, но на худой конец возьмем c6, давайте прикинем, что это такое, а можно сыграть слон b5, знаете, слон d5, не хотят черные, предположим, меняться, играем ферзь b2, и оказалось, что черный ской на e5 в беду попал, вот какая-то неожиданная смена рисунка, и здесь уже действительно плохо, действительно плохо черным, но в ферзь b6 можно вроде как уберечься от потери фигуры, но после слона e5 взять и взять и c4, беры развивают сильнейшую атаку, куда отступать, на c6 надо, на c6, мы отступаем назад слоном, атакуем черного ферзя, отбрасываем его, и вперед гоним его еще дальше, и теперь играем слон b4, и достаем этого самого, ну еще не совсем достаем, потому что ферзь d4 есть ход, а если ферзь e5, ферзь e5 нет хода, ферзь d4 есть ход, ну действительно, забираем на d4, забираем на e7, вот такая кружная стратегема, и хорошо в случае хода d e, а в случае хода d4, отступаем назад, и играем вот такую вот позицию, опять начинаем приставать черному королю, у белых просто лучше, компенсация более чем достаточно за пешку, преимущество у белых, хотя вся борьба еще впереди была бы, это по поводу этого хода, ну и наконец, в ходе c6, вот тот ход, который рекомендуют нам наши электронные друзья, тогда берем на b7, просто отступаем назад, но здесь можно оценить позицию, как чуточку лучше у белых, вот здесь чуточку лучше у белых позиции, после длинной аркировки, не так много, материальное равенство, пешку белая отыграли, но не более того, ну вместо хода коня 5, который давал белым чуточку лучшую игру, они сыграли ферзь e1, я не знаю, то ли на большее замахивался ван форест, то ли что-то ему не понравилось после коня 5, то ли что-то понравилось после ферзь e1, но здесь после коня c6, черные тоже стоят на самом деле, ну, нормально, я попытался понять, чуть лучше или чуть хуже у черных, у черных не хуже, вот так вот скажем, лучше ли у черных сказать трудно, опять блокадный ход, конь c1, конь b4, откупаемся пешкой, но белые пешку не берут, играют в атаку, играют вперед, брать на b4, значит обречь себя, образовать слабую пешку на a4 в своем лагере, и у белых будет точно не лучше, ну, взятие-взятие, давайте прикинем, что это такое просто, интересно, вот какой здесь ход, давайте прикинем, что здесь делать, скажем, ферзь бьет b4, и теперь, ну, может быть даже 0-0, знаете, потому что бить-то рискованно, бить на b7 рискованно, у хода ладья b8 нет, конечно, но играем ладья fc8, идея слон c6, идея слона a4, если черные заберут одну пешку, то материальное равенство на доске будет, а у черных хорошие фигуры, очень хороший конь на e5, у белых конь на c1, не очень-то, просто плохой, да и слон d3 тоже неискренний, вот, ну, по поводу хода слона b4, было сыграно ферзь g3, так играет ван форест, h6, угрожала слон g5, выигрыша ферзя, конь e2, теперь можно было сыграть слон a4, можно было сыграть слон a4, ладья a1, b5, и играть вот такую азартную игру, но после слона b4, получается что-то не то, то есть, если а b, то слон b5 выиграли партию просто, шаг, на b5 брать нельзя, на a8 висит, но можно сыграть конь бьет d3 в промежутке, то есть, так сказать, только ради этого можно пойти, было на такой вариант, у белых промежуточный отскок, ну, отскок сбитого поля, в случае cd и аb у черных преимущество, а в случае слон c3 преимущества у черных нет, более того, у белых получше, сложная игра вот такого вот, с таким рисунком, две лишние пешки у черных, но слон a4 пассивен, брать на c2 можно или нет, давайте прикинем, взять вот так вот, не король d7, а взять на c2, что это такое, уже три лишние пешки у черных, ну и белые играют конь f4, устремляется на h5, устремляется на d5, и над черными сгущаются тучи, то есть они под такой атакой, что мало не покажутся, просто вот после ошибочного слон c2, и конь f4, у белых выигрышная позиция, вот, ну, если сыграть не слон c2, а король d7, конь f4, там ладья e8, у белых просто получше, конь d5, ферзь d8, вот какая-то такая игра, ну, что делать, если ферзь g10, маржный момент, ну, тогда черные отвечают ферзь, бет h4, и после король g1, отвечают ладья g8, вот это не лежит на поверхности, понимаете, сразу конь g4 не проходит, из-за шаха на поле f7 и мат на c7, или надо отдавать все на свете, но можно подставиться вот этим ходом, пока пешка f7 защищена, конем, белые, ах, зевнули соперник, соперник зевнул, взяли эту штуку, а теперь конь g4 и все, и вот в такой редакции, надо отдавать ферзя, у белых плохо, броверная позиция, а если не отдавать ферзя, а как-то пытаться вот так сыграть, вести ладью, защититься от мата, вот тогда шах, шах, ну здесь просто получается мат на выходе, если король d1, то ферзь бьет c2, но здесь почти мат тоже, на ход вперед следует ферзь f2, точный шах, если король d5, тогда слон b3, это мат, обращаю свое внимание, если король d3, тогда слон c2, это тоже мат, можно и по-другому, там было в предыдущем варианте дать мат, но тоже число ходов, то есть белым здесь плохо, если они берут на g7, но белые могут сыграть f6, тогда g5, и начинается очень сложная игра, вот такого рода, здесь что опять же, пешки у черных, но взаимодействие они, где-то ладили, можно конечно взять на c2, белые берут на b5, начинается сложнейшая игра, это к вопросу об этой позиции, что было бы, если черные взяли на a4, все-таки такие вещи, не следует, так сказать, совсем уж так пропускать, мимо ушей, мимо глаз и так далее, но хоть скоро можно взять, надо хотя бы проверять, кем бы, каким и какой бы стороной они играли, белыми и черными, вот мы примерно поняли, что может получиться, в случае слон бьет a4, а что в случае g5, тот ход, который был сделан в партии, вполне себе ход, но у белых получше, после него взятия, ферзь бьет, fg6, ну и теперь ходом f3, белые сохраняли, более чем достаточную компенсацию, за пожертвованную пешку, активность, то есть все непонятно, то есть непонятно, чем все кончится, кто лучше играет, тот и победит, но видимо черным здесь, ну вот можно ли сыграть 3-0, тогда ферзь на a7, это не то, в чем разница между этим ходом, и ходом f2 ошибочным, который сделал здесь, ван форест, разница в том, что слон d3 не защищен, и попадает под удар черных коней, при взятии на d3, этот самый белый ферзь, но пока не боятся белые взятия на d3, хотя с другой стороны, почему не боятся, вот взяли, то есть понятно, что они не боялись этого взятия, но зря не боялись, то есть ладья g8, важный промежуток, не конь e5, а вот так вот, сразу атакованная пешка, стоящая на поле g2, конь идет вперед, важно, что здесь, при коне на d3, когда он не ушел, и пока он не ушел с d3, атаковать белую пешку на g2, нет кода коня f4, вот ушел бы черный конь сразу на e5, с чем только и считался, судя по всему, ван форест, и конь f4, в аналогичной ситуации было, на b7 забрали, на ладья g8 конь f4, прошлись, там прогулялись, забрали по седьмому ряду, все выиграли, ну шансы большие на выигрыш, вверх преимущества, а тут нет, висит пешка с матом, нет хода коня f4, надо играть конь g3, с горя, и теперь уже конь c5, защитили всех, и позиции около равенства, причем нельзя играть ладья f6, вот хочется сделать этот ход, ну тогда ферзь g4, ладья f1, вот так вот черные нагнетают, белые нагнетают давление на поле f7, и тут неожиданно, никакие там грыщи, типа конь b7, а длинная рокировка, оставляя без защиты пешку f7, пешку a5, но черные ушли из опасной зоны, а белый король остался в опасной зоне, например, слон a5, слон c6, обрушились на пешку e4, и видно, что у черных хорошо, а у белых не очень, будет это вон доске в данный момент, в моменте у черных лишняя пешка, ну e5, e5 поэтому было сыграно, не ладья f6, лучший ход, но у черных все равно, позиция после этого стала лучше уже, то есть белые поднаиграли, слон вышел на поле c6, смотрит на пешку g2, белые берут, и не cd, тогда позиция около равенства после ладья f6, а 3-0, то есть черные занимают активную жизненную позицию, ладья с ферзем атакует рентгеном пешку g2, слон c6 напрямую ее атакует, ну и после взятия на c7, можно было вторым сун d3, просто выиграть партию, вот это совсем выигрышная черная позиция, угрожает взятию g3, ну что делать, слон e1, лучший ход за белых, защищая этого самого коня, взрослая сейчас, а теперь h5, гоним, 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 огражаем h4, ну ладья c1, скажем, чтобы ударить на c6, конь d4 теперь, то есть, чтобы удар на c6 не был неприятен по-настоящему для черных, конь d4, ладья c4, скажем, атакует коня, теперь ферзь g4, ладья бьет c6 с горя, потому что не получается уже ничего, h4 угроза страшная, но и здесь все равно позиции черных, видимо, просто выигрышные, лишние качества, без компенсации, у белых нет ни атаки, ни активности, ничего, при материальном равенстве, ну без качества, просто чистого, при атаке черная, вот, но было сыграно ладья d4, по-другому, думал здесь статик гудешь довольно долго, сделал другой ход, идея перевести ладью на h4, и забрать на h4, это вторая, так сказать, идея, ну что делать, ну может быть стоило сыграть ладья c1, на самом деле получается примерно то же самое, и там, и там, лучше у белых, здесь правда у черных большое преимущество, а после ладья c1 было бы небольшое, вот ладья h4 и слон e1, хитрость в чем, что, коль скоро белые пропустили свою ладью на поле c1, с королевского фланга, они могут сыграв слон e1 защитить этого самого коня, и ладьи белых соединены, угрожает ладья бьет c6, и ферзь вторгается, то есть, ну ферзь b7, на самом деле c8 ферзь, главная угроза, не ферзь b8, вот, то есть вот так белые могли перегруппироваться, хотя после хода кони f4 у черных преимущество, вот в таком варианте, и теперь можно сыграть ферзь бьет c6, ходом кони f4, открыли шестой ряд черный, вот сыграли они кони f4, открыли шестой ряд, ну и, в общем, хода ладья bc1, который был в партии, ладья h4 угрожает взятия на g3, ладья c3, чтобы не перегораживать свои ладьи, на это я делал ставку на этот ход, безусловно, издалека ван форест, теперь конь c5, ну, брать нельзя по причине ладья бьет h2 шах, ферзь бьет g3 шах, и ферзь бьет g2 мат, конь неуязвим, надо играть как-то так, теперь ладья бьет a4, смотрим, у черных лишняя пешка, пешка c7 тоже вскоре они выиграют, то есть нельзя сказать, что у них совсем выиграно, у белых активность появляется какая-то, но активность черных старше, белый король более открыт, хотя черный король вроде бы тоже в небезопасном положении, ферзь g5, ну, теперь надо было сыграть ладья e3, e2, и защищаться упорно в худшей, просто в худшей позиции, на что черные могли бы сыграть конь d3, и проявить активность, конь d3 смущает, конечно, или смущала обладателя белых фигур ван фореста, поэтому он сыграл по-другому, он сыграл ферзь e2, немножко абстрактный ход, поскольку вторжение на e8 не грозит, что делает ферзь здесь не совсем понятно, и черные играют конь e6 спокойно, на что лучше было сыграть ферзь d2, и сопротивляться в проигрышной позиции, не совсем безнадежной, просто в проигрышной, а белые сыграли ладья f5, ну, явный зевок, хотя зевок очень элегантного решения со стороны Домараджу Гутиша, и Домараджу Гутиш быстренько находит, но не находит он, видел сразу, конечно, наносит удар довольно быстро, взятие, теперь если взять ферзем, тогда ферзь бьет e3, если взять королем, тогда конь связанный ладь, ферзь бьет f5, лишнее качество и все на свете, король g1 сыграл по этому ван форест, после этого ферзь бьет f5 все равно, ну, вроде коня f5 играть надо, так и было, слонов 3 шах ладьей, взяли, белые, правда, когда отыгрывают материал, дают шах, забирают на g8, но они без трех пешек, без трех пешек, ну и уже без двух, ну, две связанные проходные, активные фигуры, полное счастье у черных, и отсутствие счастья у белых, и после хода слона 6, фан форест посмотрел на все это, недавно прошел контроль, и признал себя побежденным, таким образом, один из фаворитов турнира, который две партии до этого проиграл, одну выиграл, две проиграл, потом одну выиграл, еще одну выиграл, и вышел в плюс один, так вот, один из фаворитов турнира, самый молодой участник двора Джугутиш, включился в борьбу, видимо, за достаточно высокие места, ну и в заключение, сегодняшнего выпуска, хочу продемонстрировать вам, партию, в которой встречались, Алирида Феруджа и Вэй И, то есть, эти два шахматиста делили, делили второе место, имели по плюс один, отставали на целое очко от Ани Шигири, но делили вот это самое второе место, и, в принципе, это был некий стыковой поединок, отчасти хотя бы, за право выйти на вторую позицию, можно так интерпретировать это дело, итак, Феруджа играл белыми, сделал ход Д4, последовало КНФ6, С4, Е6, КНФ3, Д5, но Феруджа вот с разных рук играет, иногда Е4, иногда Д4, может по-разному, в данном случае, он вдруг решил озадачить соперника, применив закрытое начало, отвечает соперник Тарошем, что это за Тарош, Е3, никаких, так сказать, актуальных продолжений, связан с СД, там, черные, может быть, СД тоже сыграли, как модно в последнее время играть, не знаю, короче говоря, Е3, просто переход в такую классику, и будет переход в принятый Ферзевый Гамбит, вот это уже в чистом виде позиция из принятого Ферзевого Гамбита, хотя, как принятый Ферзевый Гамбит, белые два темпа потеряли, потратили, слон Д3, слон бьет С4, чтобы взять на С4, и это оправдывает стратегию черных, то есть, по идее, здесь у них все нормально, хотя, конечно, выиграет или преуспеет тот, кто дальше будет играть сильнее. Обращаю ваше внимание, что вот, Ферзевый Гамбит, Ферзевый Гамбит словно бы провоцирует соперника проведения БСМБ5, когда-то давным-давно, скажем, в середине прошлого века, да и вообще до конца прошлого века, считалось, что на движении пешки Б всегда неплохо, и ничего у белых нет, и вопросов нет тоже. А вот Владимир Крамник, мне кажется, впервые как-то он очень поставил этот вопрос в поединке с Гарри Каспаровым, который он выиграл в 2000 году, Владимир Крамник у Гарри Каспарова, то есть, в чем, так сказать, суть, что оказывается, даже в случае размены Ферзей, и вроде бы отсутствия дефектов каких-то, помимо того, что черные играют А6 и Б5, эти пешки могут казаться уязвимыми. И вот на одном этом факторе, мелком, позиционном, можно, в общем, выстроить свою игру, и замокнуться на получение долгосрочное такое преимущество, сначала маленького, потом он растает и так далее. Ну, Б5 черные играют, не вынесло ДШ поэта, без этого хода трудно закончить развити Ферзевый план, ракировка, Слун Б7, Ладья Д1, опять же, впечатление внешнее, что у черных все замечательно, но в такой вот долгосрочной игре вдруг, когда Ферриджа, в несвойственной, может быть, себя отчасти манере, делает ставку на, вот, меняет фигуры, то есть, готовка и размена фигур, меняется, меняется, Феррид Б6, Конь Д4, сразу не меняемся, успеем сделать, на Е5 исход Конь Ф5, Конь Е5 играют черные, вытесняют белых из центра, Слон Е2, Ладья отступает, теперь Ф3, укрепляем пешку Е4, вот, это важно, вот это, выстроить такую вот рогатину против Слона Б7, пешки на полях Е4 и Ф3, чтобы Слон не работал, а черные поля в лагере черных на ферзьевом фланге все-таки немножечко ослаблены, и вот белые мечтают о чем, ну, может быть, даже Король Ф2, Конь Б3, поменяли ферзей, полезли конями на А5, может быть, на С5, и у черных проблемки, ну, конву какой-то плана, такой я показываю, Король Ф2, вот, начало или продолжение этого плана, А4, Конь Б3, вы видите, вот, осуществляется этот план, ну, догнали черные до пешку А4, и что? А вот у белых стало получше, фланги играет какую-то роль, имеет какое-то значение, почему-то важна, потому что, ну, все события, главные уже проходят на ферзе, фланги, и позиция вдруг, которая была, ну, совсем вроде как равная, и безобидная для черных, становится для них опасной, Конь С5, С8, С8, С8 защищает пешку, белые играют А4, завязывают напряжение, ну, в случае БА, просто у белых получше, в вариантах такого рода, черные, предположим, пытаются реализовать свои замыселы на королевском фланге, на салон уходит на Ф1, замыселы завершились, а белые уже хотят выиграть пешку, ну, неприятная позиция у черных, но было сыграно не БА, а Конь Д7, Конь ФД7, выменивая, или вытесняя одного из белых коней, он выменивается, не без готовности, взятие на В5, ну, что это означало, что отдал пешку, за просто так, ВИ, ну, ладья Б8 лучше будет сыграть здесь, чем то, что он сделал, тогда белые бы вынуждены были, хотя и сделали бы с удовольствием, сыграть ладья Ц5, защищая и коня, атакуя коня соперника, Ф6, и там Б3, зачем? Чтобы отступить конем на Д4, и пешка была защищена, а с королем Ф8, Конь Д4, и начать играть просто позиции с лишней пешкой, ну, вот эта позиция, ну, она ближе к ничьей, пешка есть, но не очень-то сильная, и у черных своя контр-игра против пешки Ж2, если он станет на С4, то пешка Ж2 потребует защиты, если он станет на Ф1, то пешка Б3 потребует защиты, короче, судя по всему, эта позиция держится, строго держится за черных, хотя она их хуже без пешки, а ход Конь Ж6, который сразу сделал здесь ВИ, приводит к тому, что белые получают все, о чем только могут мечтать, и вот эта позиция после ладья Д1, видимо, уже технически выигрышная, хотя требуется хорошая техника за белых, просто здоровая лишняя пешка, совсем не то, что давить, и пешка проскочила, это поле Б3, она вперед идет, она грозная проходная, а не какая-то там слабость, требующая защиты, теперь Король Д2, Королем защищаем коня, готовы двинуть пешку Б вперед, Конь Е5, на их 4 смысла не было вторгаться, СЛН Ф1, Б5, пошли вперед, Король С2, шах, Король отступил, Король Б3, Король идет на Б4, эта позиция уже строго выигрышная у белых, вот понимаете, вот так вот раз-раз, на полутонах, ну пешка Б5 защищена, СЛН Е2, на всякий случай, замечаю, обращаю внимание, чтобы не думали, что можно ее взять, нельзя, Конь С6, правда можно сыграть, ну ладно, Король С5, Конь Е5, Ладья С1, встали в засаду, чтобы отскочить Королем с шахом, Ладья Д8, Король отскакивает с шахом, Черный Король уходит, Ладья С5, атакован в Черный Конь, там дальше пешка Лыжи 5, поэтому Ф6, хорошо, Ладья вернулась назад, чтобы не было хода Ладья Д2, и теперь идея 2-я Конь С5, а ход Ф6 привел к тому, что ослаблена пешка Е6, белые добились кое-чего ходом Ладья С5, а именно возможности пограживать ходом Конь С5, а Конь Бет Е6, ну Ладья Д6, пешка защищена, Белый Король уходит в люльку, туда в угол, Ф5, Конь вперед, Конь А6, с угрозой Ладья С7, страшная угроза, но Черные сыграли слон Д7, и Белые взяли Еф, и Черные просто сдались в безнадежной для себя позиции, но главный вариант такой, вот Ладья С5, Конь висит, и у Коня нет никаких перспектив на самом деле, а Белые же и пешку могут надвинуть, там Ладья С7, ну давайте прикинем, что там Ладья Е6, скажем, дается шах, Король засыпает, теперь Конь С5, вилка, ну дальше можно не продолжать, активизируемся, пешку Б надвинем, ну и выиграем партию просто без всяких, там Ладья А7, Конь А6, шах будет, ну предположим, Черные как-то так сыграли, а мы двинули пешку Б, есть ход Конь С6, то есть угрожает, что Ладья А7, Конь А6, и Ладья А8, шах, мат, ну надо сыграть как-то вот так, а мы просто уходим назад, не боимся, угрозы сохраняются, главная, наверное, угроза это двинуть пешку, ну главная угроза взять на Д7 здесь, конечно, а что делать? Ну уже не видно, что делать, ну Конь Е5, шах к белому королю, предположим, Срон Б5, на Б6 брать нельзя, висит на Д7, а это лучший ход, иначе еще хуже, но здесь разговоров нет никаких, без фигуры, и вообще без всего на свете. Вот так вот закончилась эта партия, и в результате Алирида Феруджа, который блистательно начал турнир с двух побед, потом проиграл, съехал, стал отставать от Аниши Гири, выиграл снова, и вышел на чистое второе место. Ну давайте вот шестой тур с результатами я вам покажу. Результаты вот такие, Аниш Гири в ничью сыграл с Пархавом Аксугру, Ян Непомнящий сыграл в ничью с Армеш Бабо Прагананхой, Зуй Винзюнь быстренько, белыми цветами, уверенно, сыграл в ничью с Сантошем Вититом, решил не рисковать, сделал ничью, молодец. Дин Лежен не поставил серьезных проблем перед Нербеком Амасатором, партия быстро закончилась ничью, а три партии закончились результативно. Алирида Феруджа выиграл УВИ, я только что показал эту партию, Юрдан Анфорес уступил Дамараджу Гутеша, я эту партию показал, и Макс Вантербармерда, я эту партию не показывал, выиграл у Александра Донченко. Таким образом, положение лидеров, я не показываю аутсайдеров, те, кто отстали, отстают, четыре участника, которые отстают. Так вот, после шестого тура положение выглядит следующим образом. У Ани Шегири четыре с половиной, из шести, плюс три, плюс два, имеет Алирида Феруджа четыре очка, по плюс одному на рубеже Дин Лежа третьего шестого места идут Макс Вармердам, после поражения в первом туре Атьяна Непомничева оказалось, что он вообще будет где-то в фасте плестись, нет, вышел в плюс один, этот молодой, относительно, 23-летний голландский гроссмейстер, Макс Вармердам, Ромеш Бабо Прагнанах и Дамараджу Гутиш Индербеком Сатуров. У них по плюс один. Ну и в полтейнике остается Дин Лежень с Яном Непомнящим, а также ВИИ и Сантош Видит. Ну что ж, на этом очередной выпуск, посвященный продолжающемуся в Вейконзее супертурниру Тата Стилл Мастерс подошел к концу. Я по традиции перед тем, как проситься, призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал те, кто не сделал этого ранее и, разумеется, обыгрывать своих соперников, в очном режиме, так и заочно, то есть в сети интернет. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова